Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Откройте со мной, пожалуйста, «Послание Иуды». Там всего одна глава, и в ней есть одна фраза. Я прочитаю пару стихов, но именно об этой фразе мне проговорил Дух Божий несколько дней назад. И это будет нашей отправной точкой, трамплином. И посмотрим, куда мы приземлимся. Договорились? Только вам придется прыгать со мной, чтобы нам приземлиться вместе. Иуды, 3 и 4 стихи. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении...» Почему он называет спасение общим? Спасение равно принадлежит и иудеям, и язычникам. Он говорит, «Я почел за нужное написать вам увещание». А в расширенном переводе... У вас есть расширенный перевод? Прочитайте мне, что там сказано. Третий стих? Да. «Возлюбленные, я собирался писать вам лишь о нашем общем спасении». То есть, по сути, он намеревался сделать одно, когда начинал писать письмо, но потом переключился. «Но я счел необходимым и был вынужден написать вам и срочно воззвать к вам и убедить вас». Это обращение было необходимым и срочным. Была безотлагательность в Духе, которая охватила его в процессе общения с ними. Дух заговорил... Минутку. Необходимо сказать кое-что более срочное, чем то, что ты собирался писать. Он говорит, «Я почел за нужное написать вам увещание. Ревностно сражаться за веру. Однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». То есть, по сути, он говорит, «подлинную евангельскую веру разрушают лжеучителя». И он говорит, «Есть ложные учения, и они нацелены на разрушение вашей веры». Такова их задача. Дьявол вкладывает слова в уста нечестивых людей, людей, не следующих за Богом в своих мотивах, намерениях, замыслах. И он нацеливает эти слова на вашу веру. «Поэтому мне срочно нужно написать вам, чтобы вы ревностно сражались за веру». Заметьте, «однажды преданную святым». Почему дьявол нападает на нашу веру? Потому что без веры мы не можем вести дела с небесами. При помощи веры мы можем вести дела с небесами. Более того, Иисус, прежде чем Он ушел с земли, сделал великое заявление, задал вопрос, который в расширенном переводе звучит так. «Сын человеческий, придя, найдет ли неотступность в вере на земле?» Дьявол осознает, что требуется в последнее время. «Вера, которая не сдается. Вера, которая не сдается. Вот что такое неотступность. Вера, которая не сдается. Потому что это вера, на которую никак не влияют часы и календарь. Пока наше внимание направлено на часы и на календарь, мы еще не уцели. Аминь. Потому что настоящую веру не волнует тиканье часов. И сколько времени утекло. Потому что слово – истина. Что бы часы или календарь не говорили. И оно исполнится. Оно исполнится. Итак, Иисус сказал, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру, которая не сдается?» Об этом и пишет Иуда. «Ревносно сражайтесь». «Ревносно сражайтесь за веру, однажды преданную святым». Заметьте, вера была доверена нам. Она уже доверена нам. И за нее нужно сражаться. Каждый верующий должен сражаться за неотступную веру в своей жизни. Недостаточно, чтобы она была только у вашего пастора. Вы должны сражаться за веру, которая никогда не сдается, никогда не отступает. Не поддается никакому давлению. Не попадает под влияние того, что видит, чувствует. Почему? Потому что мы сражаемся. Как брат Джоэль Сигл однажды сказал, «Вы либо сражаетесь, либо притворяетесь». Тот, кто сражается, живет в духе веры, а не просто знает шаги веры. Слава Богу за то, что мы знаем шаги веры. Я это не преуменьшаю. Но принципы веры не то же самое, что дух веры. И нам нужно не просто знать принципы веры. Нам нужно иметь дух веры. И за это нужно сражаться. Обратите внимание, сражаться. Там сказано «ревностно». Ревностно сражаться за веру. То есть интенсивно. Интенсивно сражаться. Не вяло. Авось получится. Чему быть, того не миновать. Нет. Будет то, что сказал Бог. И я здесь, чтобы проследить за тем, чтобы это исполнилось. Не потому, что я могу это исполнить, а потому, что я могу быть каналом, через который это исполнится. Аминь. Кто из вас понимает, что мы должны развивать свою веру в каждой сфере жизни? Нам нужна вера для финансов, вера для здоровья, вера, чтобы следовать плану Божьему. Вера, чтобы получить избавление во время противостояния. Нам нужно развивать веру в каждой сфере. Но вера работает одинаково в каждой сфере. Итак, нам нужно сражаться за веру, которая отвечает за каждую сферу жизни. Аминь. Если в какой-то сфере есть отставание, нам нужно больше сражаться, и мы будем сражаться до конца своей жизни на земле. Мы никогда не перестанем. Сражение длится всю жизнь. Аминь. Итак, мы знаем, что дьявол с радостью подсунул бы нам неправильную версию веры. Именно поэтому он подсылал лжеучителей, нечестивых людей, людей, подверженных неправильному влиянию. Они приходили и своими словами искажали и ослабляли веру людей. Неправильные версии веры возникают из-за неправильного мышления и неправильного учения. О той версии, которая нам нужна, нам говорит Иисус в Марка 11, 22. «Имейте веру Божью», то есть такую веру, как у Бога. Это подлинная версия веры. Вера Божья. Как выглядит вера Божья? Она говорит с вещами. Она знает, что вещи будут ей повиноваться, поэтому она с ними говорит. Аминь. Если мы не получаем то, что Слово называет нашим, то у нас в какой-то мере неправильная версия веры. потому что Божья вера всегда получает. В Божьей вере нет риска. Аминь. Итак, если мы не получаем то, что Бог уже назвал нашим, если мы не получаем то, что нам доступно и нужно взять верой, то следует проверить нашу версию веры. Руководствуюсь ли я тем, как меня воспитали? Руководствуюсь ли я трудностями, с которыми столкнулся в прошлом? Позволяю ли я страху, который господствовал в жизни моих родителей, решать, как мне созидать свою семью? Видите, нам нужно проверять, какая у нас версия. Да. Какая версия неправильная? Головная вера. Попытки ментально верить. В вашем уме нет веры. Вера в сердце. И нужны навыки, обретенные на практике, с помощью Святого Духа и Слова, чтобы поставить вот это на нейтралку, поставить ум на нейтралку, чтобы вы могли погрузиться в сердце и положиться на то, что в нем, и черпать из сердца. Вера – это прилежные усилия, чтобы успокоиться в Боге. Это усилия, старательные усилия, чтобы успокоиться. И пока мы не успокоились, мы не в правильной версии веры. Не поймите меня неправильно. Я говорю «успокоиться, а не бездействовать». Мне понравилось, что проповедовала Морган. У нее есть серия проповедей, в которой она говорит «Изгони свои заботы, но не свои ожидания». Многие люди думают, что возложить заботы на Господа значит полностью отключиться. Нет, вам все еще нужно держаться за свои ожидания. Это Божья вера. Мы спокойны, но мы не бездействуем в этом покое. Мы полагаемся на Его Слово и наполняем им свои уста и мысли. Аминь. Мне показалось интересным, что Иуда говорит нам ревностно сражаться за что-то, а не ревностно сражаться против чего-то. Аминь. Потому что то «за что мы» даст нам занять правильную сторону. Мы должны быть за что-то. Мы сражаемся за подлинник. Иуда сказал, «Ревностно сражайтесь за веру, однажды преданную святым, а не за то, что сегодня вам пытаются подсунуть. Те лжеучителя, которые заявлялись во дни, когда Иуда писал это, проталкивали что-то другое. Не сражайтесь за это, а сражайтесь за подлинник. Что же является подлинником? То, что однажды было предано святым, то, что пришло через наших духовных праотцов, пришло через наше духовное родословие, пришло через апостола Павла и всех мужей веры, через Джона Уэсли, через Мартина Лютера, через Смита Вигельсворта, доктора Самбрала, брата Хейгена, Орела Робертса, всех мужей веры, которые передавали подлинник, подлинную версию веры. И за нее нужно сражаться, потому что иначе поднимутся несведущие люди и начнут учить о том, чего совершенно не знают. И нам нужно сказать, минуточку, это не настоящее, это не то, откуда вы знаете, по плодам, по плодам, по плодам в жизни. Я вам скажу, чем больше вы двигаетесь в подлинном потоке веры, тем чище, безупречнее ваша жизнь, ваше посвящение становится более зрелым. Вы не стоите одной ногой в мире, а другой в церкви. Нам нужно сражаться и не впускать все подряд громкие или популярные веяния. Я сражаюсь не против них, я сражаюсь за подлинник, за то, что однажды было предано святым. Почему? Потому что мы отвечаем за то, чтобы это послание не пропало. Когда послание блекнет, неправильные учителя кажутся правыми. А дьявол старается исказить веру. Исказить веру. Почему? Потому что при наличии заблуждений веры, при неправильной версии веры, все кончено. Люди не смогут ничего принять. Никаких исцелений, никаких чудес, никаких избавлений, никаких откровений при неправильной версии веры. Выберите любую версию. Вот чего хочет дьявол. Выберите любую версию. Ему все равно, из какой она страны, кто продвигает ее на телевидении. Просто выберите любую версию веры. Это неправильно. Есть только одна версия. Это Божья вера. Божья вера. И нам нужно ревностно сражаться за нее. Аминь. Заметьте, Иуда сказал нам сражаться за веру. Он не сказал сражаться за силу. Он не сказал сражаться за помазание. Он не сказал сражаться за власть. Он не сказал сражаться за превосходство. Многие люди сражаются не за то, что надо. Они сражаются, но не за то. Некоторые сражаются за деньги. Я не призвана сражаться за деньги. Он сказал нам сражаться лишь за веру. Почему? Потому что это та дверь, через которую приходит все остальное. Когда дверь веры распахнута широко, невозможно перекрыть поток небесного обеспечения. Вера не восполнит ваши нужды. Вера не исцелит ваше тело. Вера не сделает вас свободными. Вера – это просто трубопровод, по которому Божья благодать, Божья сила, Божья сила исцеления, поток процветания текут. Вера – это просто трубопровод. Мы спасены благодатью. Мы не спасены верой. Благодатью мы спасены через трубопровод веры. И когда трубопровод веры на месте, благодать может добраться до вашей жизни, и в результате приходит спасение. Теперь вы понимаете, почему Иуда сказал «ревносно сражайтесь за веру». То есть, ревносно сражайтесь, чтобы защитить ваш трубопровод. Вам нужен правильный трубопровод. Потому что пока ваш трубопровод работает, у Бога есть доступ к вашей жизни. Есть поток исцеляющей силы, освобождающей силы, силы процветания, и он может течь беспрепятственно, когда есть трубопровод. Также у вас может быть правильная версия веры, но не дайте ей повредиться. Это произошло несколько лет назад. Стивену позвонили. Мой сын Стивен курирует все здания, всю инфраструктуру. Он тот, кто все здесь знает. Вышла из строя канализационная труба на нашей парковке. Труба была, но она была повреждена. И то, что по ней текло, вылезала не там, где надо. Это случилось воскресным утром. Хоть пиши всем смс. Воспользуйтесь уборной перед тем, как ехать в церковь. Потому что труба вышла из строя. Не достаточно просто иметь веру. Ее нужно постоянно проверять. Не чтобы осудить себя, а чтобы поддерживать веру в исправности. Чтобы она не повредилась. Что может повредить веру? Обида, непрощение, страх, сомнение. Многое может повредить трубопровод. Вера – это просто трубопровод. Вы знаете, на что во время войны в первую очередь нападают воюющие стороны? На трубопроводы, на дороги, на мосты. Чтобы отрезать доступ. И тогда можно измором взять город. Так было много раз в военное время. Когда мы были в России, в Санкт-Петербурге, нам рассказывали о блокаде, устроенной Гитлером. Я не помню, как долго, около двух с половиной лет, ничто не поступало в город. Доступ был отрезан. Это то, о чем нас предупреждает Иуда Духом Святым. Сражайтесь за свой доступ. Ваша вера – это ваш доступ. Ваша вера – это ваш трубопровод. Аминь. И заметьте, дьяволу нет нужды атаковать ваши финансы. Он просто атакует ваш трубопровод. Ему нет нужды атаковать ваше здоровье. Нужно просто атаковать ваш трубопровод. Добиться, чтобы вы мыслили неправильно. Добиться, чтобы вы верили неправильно. Добиться, чтобы вы говорили неправильно. Аминь. Аллилуйя. Итак, нам нужно ревностно сражаться за веру, однажды преданную святым. Почему? Потому что она отдана в наше распоряжение, и мы отвечаем за то, чтобы передать следующему поколению подлинник, подлинную версию веры, Божью веру. Аминь. Один из способов, как сражаться за веру, это стать умелыми в вере. Мы должны не просто иметь веру, но и быть в ней умелыми. Умело питать веру, умело применять веру, умело выражать веру. Аминь. Я часто рассказываю видения, которые получал папа Хэгген и мой муж, потому что я не хочу, чтобы они были забыты. Мы нуждаемся в откровении, которое в них содержится. Хотя это произошло с ними, это также полезно для нас. Поэтому я беру их лично для себя. Я часто обращаюсь к ним в своей личной жизни, когда мне нужна ясность в каком-то вопросе. Я возвращаюсь к тому, что Бог говорил через эти переживания, из надежных источников. Много лет назад, в 90-е годы, мы проводили собрание в Калифорнии, в городе Анахайме. Мы были там два дня, и на второй день Эд не совсем понимал, в каком направлении должно пойти служение. Поэтому он попросил музыкантов продолжить играть. И, наконец, он попросил одну девушку сесть за орган Хаммонда. И рядом с органом стояла колонка Лесли, из которой выходит звук. И когда девушка начала играть, Эд стал видеть в духе, как оттуда вышло облако, и оно становилось все гуще и гуще, гуще и гуще. И когда оно стало совсем густым, Иисус вышел из облака и встал перед ним. И из его глаз выстрелил огонь в Эда со словами, «Ты неумело обращаешься с помазанием исцеления». И затем Иисус вернулся обратно в облако. Он говорил Эду конкретно о навыке обращения с помазанием исцеления, но он в целом говорил о навыках. Нехватка навыков неугодна Отцу. Почему? Потому что когда кто-то неумелый, кто-то не сможет получить. Люди, которые должны были и могли бы получить, не получат из-за недостатка навыков. Аминь. Навыки важны. Недостаток навыков не угоден Богу. Эд сказал, «Люди говорят, что хотят видеть Иисуса, но вам бы не хотелось Его видеть, когда из Его глаз вас стреляет огонь». Он сказал, «Это не было приятным переживанием». Но к чему привела нехватка навыков? Люди, которые должны были исцелиться, не исцелились. Люди, которые могли бы исцелиться, не исцелились. Люди, за чье исцеление Иисус заплатил такую цену, не получили Его. Почему? Из-за недостатка навыков. Не из-за недостатка силы, а из-за недостатка навыков. Помните то, что мы все хотели бы услышать, и что Иисус хотел бы сказать нам, когда мы попадем на небо, «Хорошо, добрый и верный раб». И так часто мы говорим, «Я так хочу быть верным». Но заметьте, перед словом «верный» идет слово «хороший». Если вы хорошо выполняете свою работу, у вас есть навыки. Мы могли бы сказать так, «Хорошо, умелый и верный раб». Мало пользы, что вы верны, если вы неумелы в том, в чем вы верны. Вы верно продолжаете что-то неправильно делать, без навыков. Верно продолжаете это неправильно делать. Он хочет сказать «хорошо, умелый». Умелый. Отсутствие навыков мешает силе. При отсутствии навыков, Бог не может явиться так, как Он хочет. Мы должны не просто иметь веру, но быть в ней умелыми. Это часть нашего сражения за веру. Аминь. Согласитесь, если вы работник компании и нехорошо выполняете свои обязанности, повышения вам не видать. Так? Так. В земных делах, в бизнесе, мы понимаем, что если мы хотим повышения, нам нужно быть умелыми. А тут люди постоянно ждут финансовых улучшений, улучшений здоровья, повышения в разных сферах. И нам не нужно это зарабатывать, но нам нужно быть умелыми в том, что продвигает нас выше. Аминь. Слава Господу. Почему я сегодня об этом заговорила? Потому что Бог проговорил ко мне. В пятницу я вернулась из пятинедельного турне. Это было замечательное время. И я обнаружила, что все идет по нарастающей, когда не заезжаешь домой. Серьезно. В такой длительной поездке, помазание начинает идти по нарастающей. И к середине турне, не в самом начале, а в середине, в первый вечер собраний в церкви в Кларксвилле, перед началом служения в гостиничном номере, Дух Божий мне не переставая говорил, «Настало время чудес!» «Настало время чудес!» «Настало время чудес!» Поймите, всегда было время чудес. Но что он имеет в виду? Дух говорит, он подчеркивает, что нам нужно это акцентировать. Всегда было время чудес. То есть не бывает такого, что не время для чудес. Но когда он говорит, «Настало время чудес!» Это не для того, чтобы мы просто сказали, «О, хорошо, настало время чудес!» «Настало время стать умелыми!» Вот о чем он говорит. «Вам придется стать умелыми, потому что время чудесам произойти, а без навыков они не произойдут». Вы скажете, «Но я не проповедник. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это написано для каждого верующего. Я и не обращаюсь к проповедникам. Я говорю всему телу Христа. Не списывайте себя, потому что вы прихожанин по местной церкви. Вы часть чего-то великого. И это налагает на нас требование быть умелыми в этом великом потоке, который нам принадлежит. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Субтитры создавал DimaTorzok